итак снова всем огромный привет друзья с вами канал game over давно не виделись и сегодня как обещал выпуск на уже давно они у меня стоят вот сегодня будет у нас выпуск посвященный голове пиви 5150 у меня особое отношение к этой голове к этой и вот внизу если там видно помда видно 6505 стоит 6505 когда-то был моим на него тоже следующий обзор будет сегодня поговорим про 5150 блин это наверное один из стандартов золотых таких стандартов хайгейного звучания на то есть 5150 знают ну просто все кому не лень если не все уж пробовали но как минимум все знают я обожаю 5150 он у меня даже и в процент звук на основе его сделан и плагины я люблю на 5050 в общем короче это очень крутой звук очень такой серединистый и скажем так вот крупно зернистый что ли вот так вот наверное можно это писать ну давайте я помаленьку расскажу вам о том что мы тут имеем а имеем мы по сути дела два канала но канал чисто канал и перегруженный канал на чистый канал имеет еще в канал кранч загоняться нажатием вот это вот кнопочки также чистого канала есть еще режим bright прибавка по высоким блин жара стоит неимоверно я вообще тут обливаюсь просто невозможно снимать вентилятор не включить кондиционера нет ладно повернемся к усилку и так два канала чистый перегруженный что у нас есть вот значит чип по чистому гейн чистого канала гейн перегруженного канал то зелененький красненький канал секс эквалайзера средние высокие низкие и они общие для двух каналов сразу то есть настроили эквалайзер и все то есть нельзя отдельно на чисто нельзя отдельно на перегруженный пост гейн ну то есть выходная громкость каждого канала чистый канал то есть он он тут называется ритм и перегруженный канал он называется лид и секция конечника это крутилки резонанс и presence резонанс то есть дает такой нехилый пинок вот это особенно очень хорошо слышно на живом кабинете особенности 412 то есть вот этот панч которого дает знаете когда кишки аж трясутся то есть если блин сесть на кабинет и с диареей и включить на всю катушку резонанс то можно как бы экстренный сброс ваших масс произвести но present сами знаете да шипелка зуделка песочек вот такой и самая самая высокие частоты так что еще а два входа нормал гейн и хогин до нормал гейну для таких для жирных грубо говоря гитары для мощных хогин это более чувствительный вход если у вас там гитара совсем уже дохленькая то ну включайтесь в это и тогда будет вам прибавка по гейну стендбай power на заде панель усилка у нас там находится значит два выхода на кабинеты переключатель режимов 4816 он преамп out выход с преампа и петля эффекта по моему все значит по лампочкам 4 на конце и если я не ошибаюсь я просто забыл же давно туда залазил по моему 5 ламп на преампе особенность этого силка то что ну он грубо говоря постоянно репетициях был дом на ребазах на все дела то есть на лампах не разорялись и в конце по моему сейчас там стоят шестерки наши русские поэтому послушаем как он звучит шестерками абсолютно ничего ни черта не хуже вот и еще конечно дурацкая особенность который я не очень люблю но он 110 вольтовый то есть к нему прилагается трансформатор его этот трансформатор еще я когда-то покупал для вот этого вот но без разницы силок работает нормально так что то есть тут даже подпись есть и диван сами давайте послушаем как он звучит друзья вот по странному стечению обстоятельств я являюсь таким гитаристом у которого собственности нет акустической гитары да и более того скажу у меня нет акустической гитары уже наверное лет 15 а то может быть даже и больше если вы такой же абсолютно гаримы к гитарист как и я но при этом вы хотите себе акустическую гитару да более того электроакустическую гитару то магазин скиф мюзик дает вам отличную возможность выиграть такой инструмент инструмент называется максим от компании pearl японского производства что вам для этого нужно для этого нужно всего на все зайти на сайт скиф мюзик сделать заказ от 1000 рублей и номер вашего заказа будет номером вашего лотерейного билета сделать это все нужно до 31 августа 15 сентября компания скиф мюзик рандомно выберет выигрышный номер и тот счастливчик и получит этот потрясающий инструмент максим от компании pearl со своей стороны я хочу пожелать вам удачи обязательно участвуйте в конкурсе тем более что условия абсолютно лайтовые и я желаю вам победы друзья итак начнем с чистого канала я поставлю посередине весь эквалайзер и секцию оконечника то есть резонанс и презенс и на чистом звуке на гейн я поставил двоечку ну для начала для разгона посмотрим что дает звук начнем некого датчика сразу отсечку но давайте нет ли без отсечки на хамбакере муть мутная сразу высокие на все особо толку нет праздность на все что-то уже прорезается мне мало давайте я поддам гейна может так у нас под раскроется вот на четверочку поставлю слабовато но сразу говорю пивас никогда не отличался классным клином он тут просто чтобы был вступали как я говорю вступление контр сэмоном сыграл и погнал дальше ну давайте bright спасет ли и и и и давайте птичку сделаем уберемся в среднее и навалим середин очки о середин очки низких то есть получается мне пришлось абсолютно все настройки которые отвечают за ярко да там presence высокие gain bright гитара очень яркая сама по себе отсечку пришлось рубить некого хамбакер и тогда вот так вот более-менее зазвучал чистым каналом принципе так все понятно то что он как бы по сути дела он никакой здесь давайте мы попробуем врубить кранч одним нажатием кнопки то есть настройки абсолютно все те же и смотрим что будет надеюсь мне сейчас не оглохну я оглохну я сделаю потише а не то кручу а вот кранч очень прям яркий получился так что я слегонца убираю высокие и presence смотрим почему как вот хай не сильно тушь да вот прямо именно за высокие давайте посмотрим если убрать их не сильно он играет уже после пятерки так понимаю больше presence дает вот это вот яркости а 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 ну кстати вот так на отсечке мне прям нравится прикольно звучит ну давайте попробуем до истерики кранч довести я просто гейн на всю сразу ох сейчас что-то будет здесь он прям очень острый такой зубастый я бра этот уберу при этом очень рыхлый а 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 то есть как бы именно такой классический металл да где там помьют такой мощный сухой нужен но на таком кранчик конечно же особо не полобаешь а вот всякие такие прибамбасы то пожалуйста ладно давайте самым вкусным перейдем это у нас красный канал хотя забыл сказать что также не только с кнопочки еще искусы чем можно переключать каналы такие вот призвуки слышите да что что уже звук такой на красном канале он более перкуссивный то есть он более подходит для того чтобы играть палмьютом единственное сейчас я приберу презент как ну по мне во всяком случае сейчас не знаю как там запишется микрофонов но у меня в комнате прям ярко и поддам как раз таки вот этот резонанс вот я утром слышу но все равно вот это всего гейн на двойку вот пятерка а Так, я прям серёдку сейчас в ноль, совсем прям в ноль. Вот опять же, не знаю, что там сейчас на записи получится, но у меня прям под жопой этот стул, на котором я сижу, он вот так вот есть. И я немножечко вместе с ним. Вот почему любят именно ламповые усилки. За вот этот вот панч и громкость, который они дают. Это, естественно, один из факторов, за который любят ламповый звук, ламповые усилители. А теперь давайте попробуем с открытой серединкой поработать. Вот я средний поставил на семёрочку. Посмотрим, как она звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я думаю, в принципе, можно и так сделать выводы. Просто, ну, как бы, тут ручек дохера, и из каждой из них крутить там на одну, на два деления постоянно туда-сюда. То есть, ну, смысла какой? И смысла в этом нет. Чтобы понять голос усилителя, достаточно двух-трех комбинаций разных ручек, и этого все, все сразу же ясно. Поэтому, я думаю, достаточно. Ну, и куда же без миксовочки? Давайте слуханем, как он в миксе работает. Звук я писал с преамп out, плюс подмешивая звук кабинета микрофона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, друзья, пришло время делать некоторые выводы. Я сразу начну с минусов этого усилителя. Во-первых, первый минус – это 110-вольтовый, да? Ну, это минус именно этого данного конкретного усилителя. Не все линейки, естественно, 50, 1, 50. 110 вольт абсолютно неудобно. Не везде там есть этот трансформатор. С собой тоже таскать везде – это чушь голимая, я так считаю. Далее. Минус – это эквалайзер, который посажен сразу на два канала, на чистый, на перегруженный. То есть, общий эквалайзер – это немножечко неудобно, да? По настройкам это получается не очень гибко. Далее. Ну, корявый абсолютно клин. Сами слышали, он дубовый, дубовый, дубовье. То есть, такой прям яркий, красивый, переливающийся, сочный клин у вас настроить, в принципе, особо-то и не выйдет. Вот. Ну, здесь, как бы, усилитель разрабатывался не для того, чтобы чистой партии играть, а здесь абсолютно ставка на другое сделана. Далее. Именно этого усилителя, какие косячки, я бы считаю, что ему пора бы уже поменять лампы. Что-то, мне кажется, что они подустали уже за всё это время, потому что, я, насколько знаю, владелец Сашка, он не менял лампы вообще. Тем более, что усилители давно уже простаивают, не играют на базах. Вот. Ну, и особенно, мне кажется, то, что вот эти шестёрки всё-таки не на руку этому усилителю, он рассчитан на нормальные оконечные лампы. Почему я такой делаю вывод? Потому что, например, звук, который я с кабинета уже снимал микрофонами, причём микрофонами теми же абсолютно, какими мы раньше писали, 421 плюс 57, мне не зашёл. Вот прям как-то вот всё не так вот мне. А вот когда я делал именно микс, микс я брал, основной сигнал всё-таки у меня был, это преамп аут. Шнуром, в карту, там уже импульс, и как бы звук меня устроил. То есть, в миксе мне понравилось, как гитара звучит. Так что, получается, что делал тут всё-таки больше выконечники. То есть, хреновато всё-таки эти шестёрочки работают. В условиях репетиции, как я помню, это нормально. То есть, они громко, всё хорошо, то есть, всё читается, всё здорово. Но для записи я считаю, что всё-таки надо нормальные такие стоковые лампы хорошие ставить. Далее. А вот по плюсам, мне очень нравится, мне вообще очень сильно нравится перегруз именно 5150. Вот это вот его открытость, серединость, вот это вот крупное такое вот зерно зубастое. То есть, вот звук прям реально зубастый у этого силка. Он очень податливый, хорошо читается в миксе, и вживую отлично читается. То есть, ну, 5150, всё-таки я считаю, что это один прям реально из стандартов звучания перегруженной гитары. Грёбаный Камаз, блин. Завёлся, стоит тарахтить там, урод. Ладно, продолжим. Ну, в принципе, всё рассказал уже. Поделитесь, пожалуйста, мнением о усилке. Вообще, в принципе, о 5150. Пользовались ли когда-нибудь? Может, у вас свой личный есть 5150? Вообще, как вам заходит звук усилков пиви? Может быть, вы лютый фанат ректифайеров там, или вообще насрали на перегруз, играете постоянно в Fender Deluxe на чистом звуке. Вот. Мне любое мнение интересно. Я обычно читаю практически все комментарии, так что я буду рад, если вы что-нибудь напишите по этому поводу. Ну, вот такой всем был обзор на пиви 5150. Друзья, огромное спасибо, что посмотрели этот выпуск, то, что послушали этот усилок вместе со мной. Тех, кто впервые на канале, пожалуйста, подписывайтесь. Добро пожаловать в нашу семью гитарную Gain Over. И до новых встреч, друзья. Пока!